Привет! Вы на канале Тим Витыч? Да. И сегодня мы занимаемся с тетей Таней всякими поделками. Тетя Таня, что мы будем делать? А мы же готовимся к Новому году, и поэтому мы будем делать что, Тима с Машей? Новогодние? Ёлочки. Ёлочки цветные, да? А к ёлочкам мы еще добавим, на ваш красивый камин поставим сказочные фонарики, да? И украсим всякими штучками блестящими. И заодно научимся рисовать снежиночки. Пока, Мисс, у нас вот такой вот бардачок на столе, но я думаю, это творческий беспорядок. И сейчас мы будем творить чудеса. Отлично, начинаем! У нас есть вот такие вот пушистики, мишура, просто баночки, просто вот такие свечечки, конусы ёлочек. Так, ну... Знаешь, как мы будем? Смотри, я вот так вот держу, кручу, а ты приклеиваешь. Смотри, как мы хорошо вместе работаем, да? Вот так обклеиваешь, заворачиваешь, вот так вот подряд, аккуратненько, чтобы не было этих пробелов у нас. Ну, надо, чтобы вот такие, где янточки были, вот такие. Слушайте, оно приклеилось, только надо немножко подержать, Машенька. Вот такой вот клей-пистолет. Мы клей наносим сейчас на ёлочку, на наш конус. И потом будем оборачивать вот этими лохматиками. Тетя Таня, как они называются по-настоящему? Они называются синельная проволока. Вот, мы хоть будем знать, как оно называется. Да, это сейчас очень модный материал, очень крутой, декоративный. И мы счастливые обладатели синельной проволоки. А когда всё? Машенька, ну что, твоя ёлочка уже готова? Да. Отлично. А у Тимофея? Ух тышка, тетя Таня даже звезду такую классную придумала. А мне сделала звезду. Класс. А мне сделала звезду. Да, сейчас мы Машеньке ещё звезду сделаем. А ещё у нас есть вот такие вот бусины всякие разные, которые мы будем сейчас вешать, как игрушечки, на ёлочку. А ну давай, прицепи его сюда. Вот сюда прицепи смайлик. Вот сюда. Снежиночки у вас где-то были. Да, и у нас снежиночки ещё есть. Вот, вот такая уже игрушечка висит на нашей ёлочке. Красота? Красота. Здорово. Ну что, будем продолжать? Да. Будем продолжать. Тим, а ты что клеишь? Да. Так, теперь на тебе бабочку вот такую. А у тебя есть уже? А ну давай. Теперь ты приклеивай. Это стрекоза. Ммм, класс. Смотри. Стрекоза. Стрекоза. Смотри, как можно вот так сюда. А потом вот так втыкаешь мясо. И оно будет держаться отлично. И надо ручки клеем пачкать. А ну, пробуйте. Получно? Знаешь как, смотри. Не, не бойся. Просто держи вот так, прикладывай. А иголочкой прикалывай. И сюда вниз. Чтобы не проколоть насквозь. Так, и что у нас получается? Вот такая снежиночка. Красота. Машуль, как ты думаешь, где не хватает снежинки? А ну покрути ёлочку. Там, где она широкая становится, ёлочка, покрути. Здесь. Да, вот здесь. И с другой стороны. Вот в этих широких местах иголочка ёлка не проколит. Здесь. Здесь. Первая снежинка легла на ёлочку. Да, Тимофей? Да. А смайлик какой смешной. Покажи. Среди бусин. И вот у меня, вот снежинка. Вот, а здесь снежинка какая красивая. Вот такие весёлые ёлочки можно дома сделать каждому. Так, тетя Таня, что ж мы дальше будем делать? Как я вам и обещала, мы будем делать красивые наши новогодние фонарики, да, из простых баночек. И мы сейчас раскладываем все. Каша, мама. Да, все наши волшебные ингредиенты. Каша, мама. И декоративные украшения. Что это? Каша, мама. Кашка. А вот эта какая? Маночка. Нет. Это какая? Тима, какая каша? Овсяночка. Овсяночка, да, видите? Вот это Таня даже с собой всё принесла. А ещё всякие ленточки. Ух ты ж. Девочки розовые, мальчику серебряные, наверное, да? Здесь серебряные. А чтобы было весело и какой-то цвет был в новогодних снежинках, мы возьмём такие штучки, которые нам помогут выдавливать из цветной бумаги разные фигурки. И мы будем приклеивать. Так, а ну смотри, Тима, внимательно смотри. Я сейчас одну снежинку покажу и покажу, что дальше. А потом дальше вы сами поймёте. Смотрите, рисуем сначала крестик, большой, крупненькую мы будем крестик нарисовали, потом снова здесь делаем такие вот перекрёстные линии, а потом каждый вот этот лучик, каждый украшаем такими рожками. Рожки? Да, везде. Машулька, а ну дорисуй рожки всей снежиночки, а потом я тебе скажу. И Тима, да, Тимочка рисует тоже крупные, вот так вот положи или возьми в ручки, чтобы удобно было. Этот подносик для каши просто будет. Так, получаются рожки, Маш? Вау, замечательные рожки. Только быстренько рисуем, а то клей засыхает. Да, надо аккуратненько и быстро. Всё. Так, отлично. И что у нас дальше? А теперь Тимочка пока рисует и смотришь, что мы делаем. Машенька, бери кашку. Малашку. И посыпай снежиночку над подносиком. Я тебе буду помогать. Вот так сильно делаем такой снегопад из каши. Можешь поделать? Да, конечно. В этот поднос можно бросить, всё. И столик мы не запачкаем. Всё. А теперь стряхни из баночки. Вот так? Да, вот. И покажи, покажи в камеру, что у нас получилось. Боже, какая красота у нас получилась. Маша, ты видишь? А что с Тимофеем? Супер. Тимофей, смотри. А у Тимофея какая красивая снежинка. Супер. А ну Тимофей теперь посыпает. Мама, я каша? Да. Мама, я каша. Мама, я каша. Уже совсем не каша, а просто снег какой-то. Да. Замечательный снег, смотри. Мы будем рисовать и думать о том, чтобы гипнотизировать снег притягивать его, да? Чтобы точно в Новый год выпал у нас в очах. А что такое небо? Только не втираем, не втираем. Просто посыпаем. Просто посыпали. А когда мы втираем, рисуночек нарушим, стряхиваем теперь Тимофеев. Не-не-не-не, баночку. Так. Класс, поворачивай. Покажи мне, что получилось. Да, красота. Красота получилась у Тимофея. Супер. Так, уже что-то у нас начинает вырисовываться. Красота какая-то, да? Мне кажется, очень красиво, что из-за этой маночки немножко как припыленное получается, как в тумане такое стекло, такое туманное. Матовое, да? Получается матовое, как будто матовое стекло. Так, отлично. Тима уже свою баночку дорисовал? Так, ставим тогда ее рядышком. Ждем, пока Маша дорисует свою баночку. А теперь пока баночки сохнут, мы пока это все уберем. Вот. И мы сейчас делаем с помощью вот этого приборчика нашего, делаем цветочки. Это такая печать, которая вырезает. Не печатает, а наоборот вырезает нужную фигуру. Мама, я дырокольчик. Да, такой дырокольчик. Вот, да, вот так. Еще свиней. У меня что же такое? Ну что? Опачки. Он не печатает. Как можно? Ну-ка, вынимай, что там? Выпал цветочек. Цветочек получился. Вот такой. Да, я же на камеру наклею. И всякие разницы. Мы тебя сейчас отпустим. Теперь вот эти конфетти нам надо наклеить на баночку. Правильно? Да, да. Так. В любом порядке. Кому как нравится. Еще же не забывайте про наши волшебные снежинки. Тоже их наклеивать, да? Вот эти снежиночки тоже надо наклеить на баночку. Ага. А ну давай посмотрим, что же получится. Баночки становятся еще и разноцветные. Да. Будет мерцать разными новеньками. И сюда. Посмотрите, как у меня. Вообще здорово, замечательно. Вроде все так просто. И оказывается, оно так красиво получается. Из подручных средств. Каждый может дома взять и сделать, не подготавливаясь специально. Скушать варенье, помыть баночку. Достать у мамы манку, овсянку, да? Снежинки. А если у вас таких нет снежинок, можно просто нарезать дождик мелко-мелко. Да. И тоже как вариант, да, мишуру нарезать. Клеем. Клеем дракон, да? Да, называется. Да, клеем дракон универсальный. Угу. Им просто надо со взрослыми работать, потому что такой запах резкий такой. И взрослые будут быстро-быстро вкрасить, чтобы дети меньше дышали. Так, все, Тимофей красивенько заворачивает. И теперь Тимофей декорирует нашу баночку. И она превращается уже не в баночку, а в такой красивый фонарик. Банчешник. А теперь смотрите, что можно сделать. Вот у кого что есть. От елочки кусочек остался. Можно так завернуть, да? Я хочу розовеньким. А можно дождиком, смотрите. Вот таким. А я хочу вот такой розовеньким. Да, лучше так же. Давай розовеньким. Можно розовеньким. Я хочу розовеньким. Можно розовеньким, Маш, и бантик завязать, да? А сверху вот это вот надеть. Можно нам овсяная каша. Да, вот для чего нам овсяная каша? Что, запаривать будем и есть после кропотливой работы? Да, чтобы быть сильными, да? А мы ее насыпем вниз, чтобы оно тоже было впечатление такого, какого-то снежочка. А вообще это называется эко-дизайн. Ага. А я знаю все. И кроме того, по технике безопасности, свечечка не будет нагревать стекло, и оно не лопнет. Ага, даже так. Видите, а мы даже не знали, чтобы не нагревалось стекло. Ты знала? Ну, ты прям провидится, Маша. И просто уютно так в этой баночке становится, да? Как будто что-то... Нет, можно, конечно, и баночку сыпать. Но мне овсянка кажется такой симпатичной. Все усыпать. Такой теплый, уютный материал какой-то такой. Все усыпать? Нет, мне кажется, хватит. Много тоже не надо. Все вот так немножечко, такую приятную среду создали. Теперь мы берем две вот такие свечечки-таблеточки. Правильно? Да. Так, и кладем их прямо в баночки. А подсвечки? Сейчас. И вот мы уже в темноте зажгли наши подсвечнички, и получилась вот такая красота. Нравится вам? Да. Фигурки делаю. Да, и фигурки светятся. Покрутите с разных сторон. Покрутите с разных сторон. Покрутите. А не обожжешься? Нет, не обожжешься. Посмотри, как красиво получается, да? Какое-то волшебство, правда? Красота может стоять на каминной полке и удивлять гостей. Вот так вот.